Здравствуйте! Я Татьяна Тарасова и я продолжаю свои размышления и в некоторой степени учту то, что произошло вчера. Вернее, там ничего особенного не произошло. Все это было понятно. Еще раз повторю, что это не самая хорошая разработка искусственного интеллекта. Итак, я четыре года пишу, что распространение ковида шло и идет волновым телепортационным способом, методом. И после начавшегося уничтожения 5G-антенн Великобритании, а также предпочтение материализоваться ковид-волне на титан. Ну, это самолеты, круизные лайнеры, мединструменты, ИВЛ, на золото, ну, купола храмов, полумесяц и прочее. Глаза мои посмотрели после этого на просторы Вселенной, как источник распространения. И я стала составлять логическую схему. Шрёдингер, Крик, Монтанье. Пришло понимание, что это биооружие. Чуть позже пришло еще одно понимание, что биооружие в принципе не может быть вирусом. Объясняю. Поскольку страна, которая готовит биовойну, должна была вся получить, вот в этом случае, если это вирус, антидот, ну, вакцину так назовем, что вредно для здоровья. И она бы не имела результата в случае, внимание, непредвиденного, случайного распространения недоработанного биооружия или его ошибки научной разработки. Вот что мы все и наблюдаем. В связи с пониманием вот этого всего меня стала удивлять настойчивость, с которой ВОЗ, ну, Гебреисус, внушал, что ковид именно вирус, еще летучие машины, и что крайне необходима вакцинация. Посмотрите на статистику. Никакой зависимости числа погибших процента. Погибших от процентов вакцинированных не было и нет. А вот публикация Китаем карикатуры с антиволновым куполом над страной и отсутствием такового дырки в куполе над США, а еще информация о специфике распространения и нераспространения мобильных волн в Китае дала возможность понять, что ковид распространился не только из космоса, а со стационарной космической станции, где приобрел определенную длину мобильной волны в процессе перехода из материи. А также информация о прекрасном урожае помидоров черри на МКС и таком же и там же развитии микробов направила мой мозг тоже туда же на МКС. Непрерывные полеты космонавтов РФ и других стран, правда, на МКС. Непрерывные выходы в космос, информация о разгерметизации, об утечках и в конце концов о микробах на ошибках МКС стало окончательным подтверждением, что ковид и есть следствие ошибки научной разработки, как писал Джеффри Сакс. Ну а я склоняюсь к другому мнению, к аварии. Понятно, что главным стал вопрос об авторе этой ошибки научной разработки, этой аварии. Я внимательно следила за развитием ситуации все эти четыре года, подкрепляя повторением и изучением трудов великих ученых, исследования и достижения которых легли в основу не только тонкостей создания биооружия, в котором были два компонента в этом ковиде. Молекулярная биология – это физоружие, физическое – это болезни. И молекулярная психология – это психотропное оружие. Но также здесь имела значение и квантовая физика, а также компьютерные технологии, искусственный интеллект и клонирование. Но это уже генетика. И это все нужно было для создания еще вдобавок биороботов в конкретном человеческом или в любом другом, например, в образе собачки, для управления человечеством после применения вот этого биооружия, которое направленным и конкретным желаемым образом изменило психику конкретных лиц и всего народонаселения. Что об этом говорить? На своей странице я привожу конкретные данные. Я подхожу к главному. Психотропное оружие применялось давно. С огромной болью я написала о том, что вот непосредственно знаю, непосредственно наблюдала то, что составляет мое огромнейшее-огромнейшее горе. Вот. Это МГУ. Ректор, студенты. Я об этом и здесь, на Ютубе, только что рассказала. А теперь. Вот пример другого применения психотропного оружия. Оно с одной стороны не привело ни к одной смерти, ни к одному выстрелу. Это, например, голосование на полуострове. И вы помните, более 96%. Простите, там не было электронного голосования, которое, понятно, можно подделать как угодно. А там были наблюдатели. И там с ночи занимали люди очередь, чтобы проголосовать за вхождение в состав России. И поэтому давайте не будем удивляться вот этим 80%, там 79%, а также не будем удивляться проценту проголосовавших за вхождение в РФ жителей ДНР, ЛНР. Это тоже результат этого психотропного воздействия. Только здесь, простите, всё связано с, сами понимаете, войной. И это страшно. Вот. И понимаете, что здесь вот эта разработка искусственного интеллекта, да, она очень тонкая. Хорошо. Освободят, там, я не знаю, Ариополь. Вернее, Украина, да, освободит свои территории, Крым освободит. А что с народом будет делать? Ведь народ не изменился. Ведь он же под этим же воздействием и будет до конца своих дней. Представляете? Вот абсурд. Вот здесь я понимаю, что Григорий Алексеевич Явлинский не знает тонкостей, не знает ничего о психотропном воздействии, о биовойне. Я устала писать об этом, что это самое главное, что происходит. Ни огнестрельные, никакими деньгами, никакими дронами, ничем нельзя будет победить. Победит психотроп. Вот. И это мы видим. Но то, что войну вот взять и остановить, это было бы правильно. Это было бы правильно, чтобы спасти жизни людей. Вот. Ну, я думаю, что и вот эта разработка искусственного интеллекта там с обеих сторон идёт, идут на продолжение войны. Вот. И вот эта моя тема, назовите его по-другому, это не его террор. Это не он начинал войну. Это разработка искусственного интеллекта. И вот эта мощнейшая, мощнейшая разработка, она в мозгах. И это не важно, что это есть. Видеоверсия, клон или тот же человек. Дело в том, что у него другие мозги. И поэтому вам оскорблять, унижать, делать его виноватым неправильно. Неправильно. Потому что, да, он, казалось бы, всё, вернее, не казалось, а вот от имени его всё это делается. Но давайте подумаем, что это делает всё. Искусственный интеллект. Вот. И я вчера не смотрела вот это всё. Ничего нового услышать было невозможно. Конечно, из отрывков, из речи замечу, что замена голоса, который вот он говорил, что она невозможна, говорил за него искусственный интеллект. А замена, повторю, голоса с возможностью загрузить видеоверсию или видеоверсию или клон, это давняя разработка. Это нет никаких проблем. Текст. Ну вот, в китайских играх, например, достаточно 100 слов, чтобы загрузить текстовую программу. 10 минут наблюдать за походкой, чтобы создать видеоверсию с абсолютно такой же походкой. Вот. И это всё называется не клон, а робот, в общем-то. Можно в конкретно другого человека. Вот это всё, что мы слышали вчера, можно было с таким же успехом загрузить в кого угодно другого. Вот в кого угодно. И в этом весь ужас этой ситуации. Вот смотрите, с одной стороны, это совершенно фантастические достижения современной науки. В принципе, я вам скажу откровенно. Вот, прочитав, ну, очень много, да, трудов, я перечисляла, там, и Тьюринг, и Гайзенберг, и Шрёдингер, и Крик, и Монтанье, и много. Я вам хочу сказать, особенно прочитав Анатолия Жаботинского, да нет вообще проблем загрузить в компьютер программу. Военную ли, интеллектуальную ли, голосовую ли, нет проблем вообще никаких. И это можно было сделать и 40 лет назад. Но от человечества эти науки убрали. И ни один не занимался синтезом этих наук. И все вот эти, Сколково, прочее, каждый занимался маленьким конкретным участком. А потом всё это составлялось в компьютерную программу. Вот и всё. Больше ничего. Но никто конкретно ничего не знал. Ещё я скажу. Я больше не готовлю на Мехмат МГУ, на ФИСФАК МГУ, на ХИМФАК МГУ. Почему? Потому что, когда заменили экзамены на ЕГЭ, да, там в университете какое-то время, в общем-то, ещё удержались и не принимали ЕГЭ. Я хочу сказать, общий уровень подготовки абитуриентов моих был крайне низок. Вот поэтому я более 10 лет готовлю в консерваторию студентов, где они не сдают ЕГЭ, ну вот эти, Гнесин, Гнесинские, а пишут изложения. Вот поэтому. Вот так. Вот так.